Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что значит взять крест и последовать за Иисусом? Мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея 10.38 и Евангелие от Марка 13.13. Сначала мы прочитаем Евангелие от Матфея, но прежде всего хочется сказать несколько слов. Кресты бывают разные. Бывают медные, бывают из дюрали, бывают серебряные, бывают золотые, бывают золотые с бриллиантиками, бывают деревянные кладбищенские. То есть самые разные. Бывают каменные. Но о чем же идет речь, когда Христос в Евангелии от Матфея в 10 главе говорит «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу, то есть жизнь, сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою, то есть жизнь свою, ради меня сбережет ее». Как нам понять эти слова? И текст из Евангелия от Марка 13.13. Он поможет нам разобраться с этим вопросом. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Крест – это символ страданий. Крест – это символ всех тех трагических испытаний, неудобств, которые переживают верующие люди за Христа. Потому что мир не может спокойно смотреть на тех, которые веруют в него. Христос самим своим существованием есть вызов миру. Все человеческие религии в той или иной степени противостоят Христову благовестию. Это связано с тем, что у них царят в основном, конечно, есть исключение, товарно-рыночные отношения. Они любят любящих, ненавидят ненавидящих. И вдруг появляется учение Христова, которое призывает любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Который призывает, если у тебя просят одежду, дай одежду. Если тебя просят пройти с кем-то поприще, иди с ним два поприща, отдай ему две одежды. И вот это вызов тем товарно-рыночным отношениям, которые существуют в нравственном понимании, в разных религиозных системах, как этично, как более правильно себя вести. А евангельское учение, оно отталкивается не от того, как мы относимся к своим, то есть к тем, которые любят нас. Потому что Христос говорит, если ты приветствуешь братьев своих, а что ты особенно делаешь? Язычники приветствуют братьев своих. То есть христианство начинается тогда, когда, преодолев себе эти товарно-рыночные отношения, мы начинаем любить и тех, которые не любят нас. Сам Христос нам явил пример такой бескорыстной любви. Это еврейское слово «хесед». Хесед – это беспричинная любовь, то есть которая не имеет в виду никакой выгоды с нашей стороны. И высший хесед, который совершает Христос, это его смерть на кресте. Он умирает за грехи рода человеческого, не только за верующих, но и за грехи всего мира. И вот когда на кресте он начинает молиться за распинателей, «Боже, прости им, они сами не знают, что они делают», – это подлинный пример христианского хеседа, то есть христианского милосердия. Этот же пример нам являет архидиакон Стефан, когда его побивают камнями, об этом рассказывается в книге «Деяния святых апостолов». Он молится за этих людей и просит, чтобы Господь простил их, ибо они не знают, что они делают. То есть христианами являются те, которые подражают Христу во всем и, по возможности, всегда. И то, что сказано у Марка 13.13, «Будьте ненавидимы всеми за имя моё, претерпевшие же до конца спасётся», имеется в виду, что надо претерпеть крестоношение до конца. То есть не отчаяться в такой ситуации, не впасть в уныние, в депрессию, потому что Господь говорит, что если нас гонят, если нас поносят ради Его, то мы должны радоваться. А если в противоположность такой духовной радости мы скорбим, переживаем, унываем, то мы не усвоили уроки Христа. Более того, в первом послании Петра, 4 глава, 1-2 стих, апостол Пётр пишет, «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестаёт грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Оказывается, и сами страдания за веру, за Христа, даже, кстати, страдания за преступления, они помогают человеку оставить грех, оставить грех, потому что страдающий плотью, он реально перестаёт грешить. А если он страдает за Христа, то для него великая награда уготована на небесах. Поэтому крестоношение, о котором говорит Христос, «Кто не берёт креста своего и следует за мной, тот не достоин меня», это не обязательно крест, который на шее. Да, это тоже важно, это часть нашего культа, а, как говорил отец Павел Флоренский, вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу. Но крестоношение – это прежде всего сносить трудности, переживания, боли, страдания от одиночества, от непонимания со стороны близких. Если это обнаруживается, то мы несем крест. Поэтому, когда мы принимаем решение следовать за Христом, мы не можем обойтись без крестоношения. Потому что тот, кто не берёт креста, но следует за ним, то есть он следует за ним, но отказывается от неудобств, которые могут возникнуть, в связи с тем, что он христианин, такой не является христианином в полном, в подлинном смысле этого слова. Берегите себя, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах.